Ассоциация экспортеров зерна Агрочериали просит правительство разблокировать экспорт кукурузы. После решения комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете экспорта многие фермеры несут убытки, сообщил глава ассоциации Игорь Григорьев. По его словам, 10% урожая кукурузы всё ещё находится в поле, и она может прорасти. Самая большая проблема в том, что кукуруза, которая была собрана осенью прошлого года, а также в январе и феврале текущего года, имеет высокую влажность. В момент прекращения экспорта были приостановлены и закупки внутри страны, а фермеры пострадали. Значительная часть из них хранили кукурузу для продажи, чтобы накопить ресурсы, необходимые для весенних работ, а у других есть кредиты, которые они должны вернуть, сообщил Григорьев. Хотя экспортеры и фермеры понимают, что правительство предпринимает такие меры для обеспечения продовольственной безопасности страны, решение не учитывает важные аспекты. Эта кукуруза сегодня имеет влажность более 18%. Кто-то подумал о том, как она будет храниться. Чтобы кукуруза хорошо сохранилась, она должна быть сухой, чтобы влажность упала до 13-14%. И должны быть обеспечены условия хранения на складах в течение не менее трёх-пяти месяцев. У нас таких возможностей нет. Если сразу не будут предприняты адекватные меры по сушке и хранению, полтора миллиона тонн кукурузы сгниют, подчеркнул глава Ассоциации Агрочериалия. Он напомнил, что в прошлом году был зарегистрирован рекордный урожай кукурузы в 3,5 миллиона тонн. Даже если будет возобновлён экспорт, продовольственная безопасность республики не пострадает. Госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан сказал, что решение о прекращении экспорта пшеницы и кукурузы было принято в контексте войны в Украине. «Давление было слишком большое на республику Молдова. Большое количество зерна могло выйти из страны. Чтобы этого избежать, мы решили временно остановить экспорт кукурузы и пшеницы. Делаем расчёты. Вероятно, экспорт определённого количества кукурузы будет возобновлён», отметил госсекретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.